Серьезный результат. Женская сборная Челябинской области завоевала бронзу на Кубке России по мини-лапте, который состоялся в Уфе. Турнир собрал мужские и женские сборные команды из Краснодарского края, Республики Башкортостан, Московской, Тюменской и Челябинской областей. Наш регион представляла команда воспитанниц спортивной школы Агаповского района. О том, как проходили соревнования и о планах на ближайшее будущее, спортсменки рассказали нашей съемочной группе. Цифры, солнышки и забавные человечки нарисованы фломастерами на битах не просто из желания украсить спортинвентарь. Для участников женской команды Агаповского района по лапте это возможность оперативно на тренировке найти свою. У каждой биты есть свой размер, своя длина. И каждая девочка, каждый мальчик, который приходит на тренировки, привыкают именно к какой-то определенной бите. Удобство значит результат. Метки и передачи, точные удары – это залог успеха в игре. Оттачивают свое мастерство ученицы Агаповской спортивной школы, члены сборной команды Челябинской области по лапте четыре раза в неделю. Летом на поле, зимой в спортивном зале. Перед соревнованиями тренировки проходят в еще более усиленном режиме. Сборная области является активным участником соревнований самых различных уровней. В конце 2021 года копилка достижений пополнилась еще одной значимой победой. Спортсменки стали третьими на Кубке России по мини-лапте, который проходил в Уфе. На состязание ездили пять воспитанниц Дарьи Журавлевой-Волошиной и одна подопечная тренера Михаила Лачугина. Для команды эта медаль, кстати, первая на взрослых соревнованиях. На поле боролись спортсмены в категории 17+. По правилам в команду также можно было заявить два юниора. Самой младшей спортсменке из Челябинской области было 15, самой старшей – 18. Девчонки выступили более чем достойно. В принципе, мы практически были со всеми наравне. Возможно, нам где-то немножко не хватило сил вот этой вот подготовки. И, может быть, даже при лучших наших физических данных мы были бы даже в двойке. В целом, как бы были, конечно же, ошибки, были хорошие моменты. И, конечно, результатом мы довольны в целом. На данных соревнованиях, на данном этапе подготовки это было очень даже неплохо. Это при том, что к соревнованиям девочки не готовились. Решение поехать на кубок сборная, можно сказать, приняла спонтанно. Ну, конечно, мы не были готовы к этой поездке, собрались в последний момент. Но то, что мы собрались, это было уже счастьем, что мы куда-то выехали. Очень долгое время не выезжали никуда. Боролись, конечно. Первый круг был сложным. Но потом мы уже поняли, что все равные, все можем друг с другом играть. И пошло-поехало, как говорится. Получается, обычно мы играем, ну, одна, максимум две игры в день. А тут у нас получилось, что почти каждый день мы играли по две игры. Это очень много. Честно, было трудно, потому что девять игр за турнир у нас впервые было. Мы очень устали, у нас болели дико мышцы. Но мы справились, мы молодцы. Собрались и вот отыграли очень хорошо. Итоговая бронза для девчонок – хороший результат, но не повод расслабляться. Впереди новый соревновательный сезон и новые достижения. В этом году спортсменки планируют закрыть первенство России по школьникам. Оно будет проходить в марте в Смоленске и в августе в Удмуртии. А также принять участие в двух чемпионатах и двух кубках России – в Уфе и в Йошкороле. На этот год у нас большие планы и хотелось бы, конечно, как можно больше совершить выездов. Но финансы ограничены. То есть, конечно, нам помогает и Агаповский район, и Челябинская область выделяет. Но на все соревнования этих денег не хватает. И, конечно, нам хотелось бы, и мы были бы не против спонсорской поддержки. Даже, например, в форме, в костюмах или в каких-то расходах на конкретные соревнования. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.